Дорогие друзья, братья и сестры, сегодня с порталом Акзегет разбираем очередное неочевидное и сложное место из православной псалтирии, из церковно-славянского текста, перевода этой древней библейской книги. И предметом нашего сегодняшнего с вами изучения, Экзегезы, будет фрагмент одного стиха, стиха 5-го псалма 67-го. Итак, читаю славянский текст и начинаем наш разбор этого фрагмента. Итак, читаю. «Воспойте Богу, пойте имени Его». Все понятно. «Воспойте» – это параллелизм такой ветхозаветный библейский. «Воспойте, пойте Богу и имени Его» – слова, которые синонимичны. Дальше возникает более сложный фрагмент. «Пуки сотворите, вошедшему на запады, Господь имя Ему, и радуйтесь пред Ним». Ну, Господь имя Ему понятно, пред Ним радуйтесь, тоже все понятно. А вот с выражением «пути сотворите», «вошедшему на запады» как раз понятно далеко не все. Потому что другие переводы переводят это словосочетание, фрагмент стиха, иным образом. Ну вот, например, перевод РБО. «Воспевайте имя Его, вместо пути сотворите». И дальше добавляется «путь готовьте, едущему по небесам, вместо вошедшему на запады». Или вот, например, перевод Меира Левинова. «Славьте, летящего на небесах». И вот разбору этого фрагмента мы сегодня посвятим некоторое наше время. Начинаем со второй части этого словосочетания. «Вошедшему на запады, либо летящему на небесах, либо едущему по небесам». Обращаемся к еврейскому тексту. И там все вроде бы понятно. Написано простыми еврейскими буквами следующее. «Рохеф Бааравот». Что каждый студент, изучающий иврит, приведет очень просто и однозначно. «Рохеф» – это едущий на колеснице, или на лошади, как всадник. Едущий. И где едущий? По пустыне. А рова – это пустыня, пустынное место. И тогда всплывает в сознании древний образ Бога. Бог, который выседает на колеснице, является предводителем своего народа, выходящего из рабства в земле египетской и идущему в землю блаженную, обетованную, счастливую, где течет молоко и мед. То есть в Палестину, в Ханаан. Бог является тем, кто выступает в качестве лидера, руководителя, полководца, вождя, генерала. И, конечно же, на чем ему еще ехать, кроме как на колеснице. Эта колесница может быть едущая по пустыне, как написано, либо какая-то колесница духовная, небесная, потому что Бог живет на небесах, и поэтому должна быть какая-то небесная колесница. И, конечно, это рассуждение, желание сделать понимание Бога более духовным, возвышенным, лишить его смущавшего древних переписчиков и переводчиков такого антропоморфического значения. Ну как это? У Бога же нет рук, чтобы управлять колесницей. У Бога же нет ног, чтобы там стоять на колеснице. Поэтому надо понимать все это духовно. И поэтому очень многие переписчики и переводчики предпочитали в слово «арава» убрать один «рейш», убрать букву, и получается без буковки «рейш» вместо выражения «по пустыне» выражение «на облаках». Бог, едущий на колеснице по небесам, этот образ знаком нам по текстам из Угарита. Это такая область, такой город-государство, соответствующий с Палестиной, с Хананом. Но, правда, жители Угарита жили раньше евреев, пришедших в Ханан. Но, тем не менее, мифология или образы понимания Бога в случае с Угаритом Ваала имеет массу параллелей с тем, как понимали древние евреи своего Бога, Бога Израилева. В этом словосочетании, в отшедшем на запады, есть еще один нюанс. Дело в том, что откуда появляются запады? Ведь переводчик РБУ переводит «едущий по небесам», или Ир Левинов переводит «летящий в небесах». Откуда возникают это самое запады? Возникает это из перевода «септуагинты». Слово «дюсме» появляется там, и слово «дюсме» как раз и понимается как западная часть. Какая причина была этого необычного перевода, когда заменяется облака или небеса словом другого значения, или сходного значения, запад, часть цвета? А дело в том, что эта перемена была оправдана и понятна жителю древнего Ханаана, Палестины и современного государства Израиль. Это понятная была перемена. Потому что все облака, все тучи идут на Палестину, на Израиль, как я прочитал из комментариев, именно с запада, из Египта. И тогда получается, что возникает такой очень мощный, сильный образ. Идет туча запада, черная, торжественная, могучая, страшная. И, конечно же, вся эта масса облаков, туч, такой грозовой фронт является воплощением Бога, выражением, точнее, Бога, который едет тоже во главе этого облачного воинства с запада на своей небесной колеснице. Таким образом, решение грекоязычного еврея, переводящего Библию на греческий язык, заменить слово «облако» или «пустыня», «орова» словом «дюсме» отражено в славянской Библии. Поэтому мы читаем в славянской Библии, что Бог, вошедший на запады. В этом словосочетании есть еще одна загадка, и мы не говорили. Дело в том, что есть слово в славянской Библии, слово «пути сотворите», «сделайте путь для Бога». А в других переводах нет такого значения. Например, переводчик РБО переводит «воспевайте имя его». Переводчик Мирлевинов переводит «славьте летящего в небесах». Но «славьте», «воспевайте» – это похожие слова, наверное, слова даже синонимы. А вот «путь сотворите» и «воспевайте» не совсем одно и то же. В чем тут причина этого затруднения? Итак, обращаемся, как всегда, к еврейскому тексту. В этом тексте есть глагол «салаль», который имеет первым своим значением именно стройку, строительство. И это значение было понятно, потому что в пустыне есть перепады, возвышенности, впадины. Конечно же, лицу важному, лицу, обладающему властью, будь стол фараон, какой-то велиможа или сам бог, надо дорогу как-то спрямить, выровнять там, где впадины, поднять, возвысить. И это все, когда мы строим и что-то возвышаем, поднимаем, и описывается еврейским глаголом «салаль». И тогда такое значение глагола «салаль» нравится переводчику «септуагенты». Он вводит такой полунеологизм «годо поео» – «делать путь», и смысл выстраивается. У бога есть колесница, колесница небесной природы, но для этой колесницы нужна дорога, нужен путь. И задача израильтянина – построить этот самый путь, сделать дорогу, чтобы про ней проехала божья колесница. Нужно поднять почву и сделать прямую, роскошную трассу. Как написано в одном из западных переводов, надо сделать для бога «хайуэй». Вот слово «хайуэй» – дорога, которая находится на высоте, возвышена, очень хорошо придает смысл этого слова. Однако у глагола «салаль» – «я возвышаю», «я строю что-то» – есть еще одно значение. Значение сходное или вытекающее из момента возвышения. Что еще можно возвысить ввиду того, что бог приближается? И сразу возникает некое желание у древних толкователей, современных переводчиков сделать понимание бога более духовным, менее антропоморфичным. И так они так рассуждают. Зачем богу дорога? Какой такой путь ему нужен? Для бога все пространства мироздания и океаны, и бушующие моря, и горы – это все для него «хайуэй». Поэтому никакого пути для него устроить и не надо. Но что-то можно и возвысить ввиду того, что бог приближается. Это что-то является голос. И тогда возвышение голоса имеет значение такое. Надо воспеть, надо прославить, нужно славить громким возвышенным голосом того, кто летит на небесах бога Израилева. И это толкование отражается в переводах, которыми мы пользуемся. Перевод РБО переводит «воспевайте имя его». Переводчик Мир Левинов переводит «славьте летящего в небесах». Или вот даже переводится на дальний, переводит так «превозносите, превозносите шествующего на небесах». Превозносите словами, разумеется. Итак, дорогие братья и сестры, мы с вами обнаружили то, что в словосочетании небольшом и славянской Библии будет сотворить вошедшему на запады. Есть целая масса загадок. Мы эти загадки описали, разобрали, очертили стратегию разных переводов греческих и еврейских слов, лежащих в основании знакомых нам переводов. Дорогие друзья, спасибо за внимание. Портал экзеге.ру, помощник наше толкование и писание. И я, священник Алексей Волочков из Петербурга. Всего хорошего, не болейте. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.